Хорошо. Доброе утро. Еще раз прошу прощения за все и всяческие опоздания в очередной раз. И, наверное, может, к нам еще тоже народ подтянется, так мне кажется. Давайте начнем, наверное, с вопросов. У кого какие вопросы по тому, что мы разбирали вчера? Да. В трех проекциях, в трех ракурсах. Зона, которая была неотлична, это лечение идет не волосом, а аффирмациями и визуализацией. Да, вот это было аффирмациями и визуализацией. А все остальное, то, что сегодня будет, это уже... Окей. Очень хороший вопрос. Как мы определяем, почему оно болит? Очень просто. Никогда ничего не болит без психологических причин. Даже если беретный салат и порезали пальчик, то вы его порезали, потому что ваша голова была не здесь. Это понятно. Теперь, если я правильно догадывала ваш вопрос, то он заключается в том, откуда я вообще знаю, что плечо болит, потому что там это связь с мамой. Окей. Или же вопрос был, откуда я вообще знаю, что это связано с психологическими проблемами или с физиологическими? В чем заключался вопрос? В комплексе. Окей. Ну, здесь как-то два вопроса в одном. Да. Откуда я знаю, что вот именно эта область связана именно с вот этой проблемой? Откуда вообще взялась вот эта карта, которую я вам давала вчера? Кстати, те, кто мне давал дисконки, я все туда переписала, все там есть, и звуковая карта тела там есть. Я очень надеюсь, что она даже будет играть, если там нажимать на кружочек. Мы проверим сейчас, как она будет работать. И все, кому захочется, могут это все получить в таком виде. Можно. Значит, тогда озаботьтесь тем, чтобы пустить между собой листочек. Запишите мне все ваши мейлы. И я просто всем пошлю, кому нужно, и звуковую карту, и карту участка. Хорошо, отвечай. Откуда я вообще знаю? Вот, скажем так, с очень маленького возраста, ну, то есть где-то с лет, наверное, с 14, когда я только поняла, что я могу лечить, у меня появились помощники, или наставники, или помощники, называйте как хотите. Значит, как это происходит? Если я чего-то не знаю, то нужно, что как-то помочь человеку, я не знаю как. Я просто задаю вопрос. Я получаю ответ. Причем я получаю ответ очень подробно. И вот где-то лет 8 тому назад, 8-9, наверное, уже тому назад, я четко поняла, что что-то поменялось в мире, и просто массажем или просто мануалкой уже не поможешь. Вот никак. То есть этого хватает ровно на 5 минут. И то я сказала, ребята, не работает, дайте то, что работает. И где-то лет 10, 8, 9 тому назад, лет 9. Дали вот эту вот самую технику с участками. То есть понятно, что она свалилась не совсем с неба, у этого есть свои корни, есть много разных техник, где соотносятся органы с определенными проблемами. То есть знание есть. С одной стороны, нет тут никаких чудес, со мной не общаются и на памятяне. Я просто задаю вопрос из информационного поля. Вселенная я получаю этот ответ. Поэтому точно так же пришла звуковая карта тела, когда этой весной я поняла, что и аффирмации, и визуализации тоже уже работают гораздо слабее, чем должно было бы быть. Я тоже сказала, ребята, и получила соответствующий ответ. Теперь второй вопрос внутри этого. А как я знаю, что оно болит из-за психологических проблем, а не из-за физиологических проблем? Это неважно. Потому что если болит в теле, все равно нужно работать параллельно. Нужно и лечить физиологические проблемы в теле. То есть совершенно понятно, что если уже начался воспалительный процесс, то желательно телу помочь, поменяв питание, начать применять определенные процедуры чисто физиологические. С другой стороны, совершенно очевидно, что если что-то заболело, оно заболело почему-то и для чего-то. Значит, мы ищем почему и для чего. А для того, чтобы понять почему и для чего, у нас существует вот эта карта тела. И мы знаем, что если болит плечо, значит, мне нужно разбираться с моими проблемами. Если правое плечо, то с мамой. Если левое плечо, то с папой. Или же мама, тетя, сестра, то есть вся часть, бабушка, вся женская часть рода и то же самое, вся мужская часть рода. Простой пример. Значит, почему оно заболело именно сейчас, а не 20 лет тому назад? Потому что именно сейчас у меня был какой-то стресс, который простимулировал тот факт, что самые глубинные мои переживания, которые я уже закопала, 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 они куда-то вывезли снова. А может быть, позвонить тому юношу и спросить, что он сделал вчера? А, понятно. Я в вас верила. Скажу, это обязательно получится. Мы все в вас верим. Да, очень верим. Коллективный, разумный. Сейчас, 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 если надо, мы сейчас. Да, и все получится. Все будет хорошо. Так, еще вопросы есть? Насколько глубоко изучали медическую культуру? Насколько вы им как бы верите в те традиции, в те зрения, которые вы вредили, насколько вы считаете их важными? Так, это, опять же, два разных вопроса. Насколько я глубоко изучала и насколько я в них верю. Верю я в них совершенно безусловно, абсолютно безусловно. Но нужно учесть, что та ведическая традиция, которая до нас дошла сейчас, она актуальна для эпохи Кали-юги. Есть кто-то, кто не знает, что такое Кали-юга? Окей. И согласно индийскому знанию, периоды существования человечества делятся на определенные отрезки. Точно так же, как на Земле есть весна, лето, осень, зима. Ничто не лучше, ничто не хуже. Это просто есть. Естественно, что есть страны, где весна гораздо приятнее, скажем, чем лето, или чем осень, чем зима. Есть страны, где там вообще муссоны любят. Но, в принципе, это неплохо и нехорошо. Это просто есть. Точно так же, периоды существования любой расы на Земле, любой культуры на Земле, человечества земного, они делятся на четыре периода. Самый, скажем так, холодный, тяжелый, темный период, это называется Кали-юга. Кали-это богиня разрушения, богиня смерти. Период, в который человечество забывает все свои знания, теряет свои духовные способности, теряет контроль над собственным телом, забывает, как воздействовать на реальность, чтобы делать ее гармонично. Называется Кали-юга. Это такой, как бы, сон души. После Кали-юга наступает Сати-юга. Сати-юга – это золотой век, это эпоха пробуждения. Нам крупно повезло. У нас как раз закончилась Кали-юга, и началась Сати-юга, она уже началась. Вот уже. Естественно, совершенно, что это не значит, что все моментально отращивают тебе крылышки и становятся ангелами, потому что точно так же, как когда заканчивается зима, начинается весна, бывает похолоднее, бывает потеплее. Есть днем, когда солнышко светит, потом вдруг опять начинаются заморозки. То есть это процесс. Точно так же происходит в переходный период. Вообще, знаете, есть такое китайское проклятие, чтобы ты жил в эпоху перемен. Но я считаю, что это не проклятие, я считаю, что это подарок. Потому что ни в какую другую эпоху нельзя так выучить, понять себя, понять окружающий мир, столько сразу всего набрать, как в эпоху перемен. По-моему, это потрясающее время. Вот мы живем в эпоху перемен, мы живем в эпоху перехода. Вот Кали-юги, Ксати-юги. И поэтому те индуистские традиции, которые к нам пришли, мы их знаем в записанном виде. Мы их знаем из вед. Веды были записаны. Веды – это священно-индийские писания. Веды были записаны примерно пять тысяч с лишним лет тому назад. Почему? До того они тысячелетия передавались из уст куста. Это были ригведы. То есть самые древние веды – веды гимнов, в которых практически не говорится о тени, не говорится вообще ни о каких физических проявлениях человека, говорится только о душе. Потому что ригведы создавались в предыдущую эпоху, до эпохи Кали-юги. Они создавались в эпоху Сати-юги, прошли еще две эпохи и пришли в Кали-югу. И в Кали-юге их стали забывать и перестали понимать. Поэтому их записали, чтобы не утерять окончательно. И дальше их начали толковать. Потому что в эпоху Кали-юги только духовные знания, они уже не работали, люди не умели под это подстроиться. И таким образом появились Упанишады, потом появились Тантры. То есть толкование вверх. То, чем мы сейчас пользуемся практически, это Упанишады и Тантры, даже в основном Тантры. То ведическое знание, которое нам сейчас доступно, это тантрическое знание, где связывается непосредственно тело и душа, и большой упор делается на тело. Сейчас поменялась эпоха. И, соответственно, эти знания, они все менее и менее актуальны и используют. Они слабее работают. Это нужно очень учитывать. То есть сами по себе знания, они не стали хуже. Они просто предназначены для другого периода. И поэтому нам нужно, воспринимая эти знания, корректировать их под свою интуицию, под изменяющиеся обстоятельства. Так что верю я в ведические знания безоговорочно. Но принимаю я оттуда только то, что по моим ощущениям гармонично с современным вибрациям, которые резко взросли. Я не знаю санскрит. Нет. Это ответ на второй вопрос. Как долго, как глубоко я изучала? Когда это было? Это было 17-16. 15 лет тому назад мне попалась в руки книга Чопра, Дипака Чопра. Нестареющее тело, Вечный Дух. Для меня это был просто переворот во Вселенной. Это было открытие. Дипак Чопра. Нестареющее тело, Вечный Дух. Дипак Чопра. Это абсолютно просветленный учитель. Это человек... О, чудесно. Спасибо. Пусть она пока появится здесь. Если еще кто-то придет, записает. Ой, что она так происходит? Это уже... Ага, понятно. Вот. Дипак Чопра совершенно просветленный учитель, который смог на европейском языке, так же, как когда-то с вами и Викананда, он смог на языке европейской ментальности дать аюрведические знания. И вот с этой книги для меня начался путь в аюрведу. Следующая книга была книга очень серьезная. Называется «Энциклопедия аюрведы». Она вышла очень маленьким экземпляром. Там, по-моему, Винокуров и кто-то еще. Не помню авторов, не буду брать. Там два автора. Книга совершенно зубодробительная, потому что они там разговаривают на санскрите русскими буквами. Это вот такой вот толщины кирпич. Они дают в начале книги какое-то понятие, один раз его объясняют, так вскользь. А потом они его используют на санскрите на протяжении всей книги, словаря в конце нет. Но они настолько скрупулезны и внятно, если ты уже привыкаешь к этим определениям, если ты сидишь со словарем санскрита, все это разбираешь, они настолько скрупулезно дают все вот эти понятия, что когда я после пяти лет изучения этой книги, я с ней копалась пять лет, с одной этой книгой, и через пять лет я приехала в Лундию учить практику. Я пришла в центр эргидический, в Аливе, это в Керале. Город называется Алива, а штаб называется Керал. Я тогда пришла, и я сказала, что я хотела бы изучать определенные практики, и попросила сначала меня проэкзаменовать. То есть подхожу. Знаю я вообще достаточно теории, и не знаю. Они меня проэкзаменовали, очень удивились, спросили, где я все это учила. Я сказала, что по книжке, они сказали, что не может быть. Спросили, на каком языке книжка. Я сказала, что на русском. А, русский, это очень странно. Ой, спасибо. Спасибо, гейн. Ты просто гейн. Так, оп, стоп. Все, и... Нет, это не все. Нет, это не все. Позови. Он просто вывел картинку моего экрана, но не вывел живую экран. Вырнись здесь. Это не все. Это все совсем не все. А как, сейчас, как у нас на этой деньги Алибо? Алибо... Вы, юноша, милый, солнышко, вы просто сделали заставку. Нет, выкрутилось, это уже неплохо, я к чему-то все пошло. Я прошу прощения. Ну, ну, что, вам еще раз похлодируем. Громче. Вы понимаете, что я сделаю? Просто взяли картинку. Нет, нет, я выкрутил, ну, хорошо. Да, я прошу прощения. Вот, и... Они сказали, что русские это очень странный народ, у них очень много знаний, так что в книжку они поверили, что там можно по книжке что-то выучить. Но, опять же, я не являюсь юридическим врачом никоим образом. Чтобы стать врачом и юридистом, учатся 17 лет. То есть сначала изучают всю конвенциональную медицину лет 5-6, потом еще 7 лет изучают юридическую медицину, у них тысячи лекарств, тысячи растительных лекарств. Изучают музыкальную часть юридической медицины, то есть вот эти все раги, все вот эти изучают мантру, потому что мантры, потому что в юриде лечение мантрами это один из основных принципов. Больному обязательно даются мантры. Это колоссальный набор знаний, а потом еще и практику проходит. То есть ты на врача учишься 17 лет. У меня есть просто общее подставление, которое я использую для диагностики, потому что с моей точки зрения вот инструмент именно индийской медицины, он оптимален не столько и не только для меня, как для лекаря, он оптимален для самого человека, пациента. Если я могу пациенту объяснить, принципы аюрведы и ему дать в руки вот этот инструмент, то человек уже дальше будет знать сам, как сделать так, чтобы не болеть. Ну, не знаю, там, элементарь, например. Если человек понимает, к какому конституционному типу он относится, в аюрведе здесь очень четкое деление. Если хотите, мы поглубже сегодня это затронем, но ближе к концу, потому что в принципе сейчас очень хорошо все эти знания изложены в интернете, и те, кого это заинтересует, просто могут влезть и почитать. Но если человек понимает свою конституционную тему, то он просто открывает таблицу, где указывают, что из питания подходит, а что не подходит для лекаря институционного типа. Какие цвета одежды подходят и какие не подходят? Какие роды деятельности, вида деятельности подходят, какие не подходят? Да. Заходите, заходите. Какие подходят, какие не подходят? То есть человек, получив некое осознание самого механизма аюрведической медицины, он получает автоматически в руки инструмент для самоисцеления и для саморегулировки. То есть, предположим, могу поделиться просто моим личным опытом, почему меня эта книга Дипака Чопра просто возродила к жизни, можно сказать. Я отношусь к типу вата. Сейчас я, значит, что такое? Тип вата в переводе на русский язык означает ветер. У этого есть очень определенные характеристики. Сейчас я отрегулированный ветер. Поэтому я ничем не болею, я себя великолепно чувствую, я счастливая, я здоровая, равновешенная, у меня все хорошо. А когда-то я была, ветер очень неотрегулированный. И поэтому у меня были всяческие проявления, связанные с избытком ветра. Предположим, я могла просто проснуться утром с дикой тахикардией, ни с того ни с сего. У меня вдруг, значит, могли начать дико ножнуть руки и ноги, ни с того ни с сего. Да, так да, все знакомо, да, ваточка? У меня вдруг ни с того ни с сего мог случиться такой приступ вроде как полупотери сознания, низкое, очень низкое давление, страшная слабость, там, ломкость волос, сухость кожи, куча всего. Я не понимала, что это происходит. Никакого заболевания вроде как никакого нет. Все проверяем, все работает. Я считала, что я одна такая сумасшедшая. Когда я открыла и почитала, что это просто все классические расстройства ваты, и что это не я одна такая сумасшедшая, а все люди типа ватных, включая Абаму, если у них вата выходит из, господи, пытаясь сказать слово на иврите, из равновесия, если вата выходит из равновесия, то они все имеют вот такие же проблемы, я так сразу успокоилась, мне так сразу стало хорошо, но вот этого у меня прошла половина проблем. Поэтому мне лично аюрведа очень близко, очень созвучно. И к тому же, видимо, когда ты подключаешься к какому-то эгрегору знания, слово эгрегор понятно, да? Когда ты подключаешься к какому-то эгрегору знания, оно уже потом само в тебя течет. Ты уже не должен прикладывать к этому каких-то усилий, ты просто как бы слышишь какое-то слово. У меня так было с таиландским массажем. Я увидела картинку, одну какого-то упражнения, и сказала, вау, это же просто специально для меня. И дальше мне дохватило одной встречи с мастером. Но после одной встречи я уже знала, как все это делать. То есть это у всех работает. Это не я такая особенная. Это работает абсолютно у всех. Просто у меня как-то так случилось с детства. Я думаю, просто потому, что я все время поняла, сидела дома, читала сказки и не общалась со сверстниками. А в сказках все происходит вот так. И все, прилетела фея, крылышкой помогала, у тебя все случилось. И для меня это была реальность. И поэтому в моей реальности не было вообще никаких вопросов. Если у меня вот так что-то происходит, я получаю какие-то ответы, это было нормально. И у меня не возникли с детства сомнения по этому поводу. А когда человек растет в среде, которая говорит, этого не может быть. Ребенок это усваивает. Да, не может быть. Специально для мам. Вы знаете, может быть, слышали о таком удивительном юноше, которого зовут Брюс Хлебников. Да, слышали? Остальные не слышали. Зайдите в интернет. Кому интересно, наберите Брюс Хлебников. Там есть по нему фильм. История такая. Я его знаю лично. Он живет здесь, в Москве. Сейчас он уже не мальчик. Сейчас он уже взрослый мужчина. Он будет, наверное, 25. Но когда он был мальчиком, то есть раньше, когда его мама им заберетела, для нее тогда героем жизни был Брюс Линь. И она точно знала, что она родит сына в обязательном порядке. И что ее сын будет героем таким же, как Брюс Линь. То есть она в этом не сомневалась ни на секунду. Сын родился. А так как Брюс Линь не имел никаких ограничений в своих фильмах, он мог все, вообще все. Его сила была колоссальная, его выносливость была колоссальная, его гипкость была колоссальная, то мама не сомневалась ни на секунду, что у нее такой же ребенок. Этот ребенок рос, зная, что он может все. То есть мама ему говорила, не трогай огонь, он горячий, он обожжет. Ты обожжешься. И поэтому по телу ребенка спокойно водили факелами горящими, он туда всовывал руку, высовывал, если ничего не происходило. Йоги этому учатся много лет. То есть такая возможность в человеческом теле есть. Человеческое тело может абсолютно все. Потому что мы матрица, мы только представление о самих себе. И представление других о нас. Особенно представление мамы о детях своих. Так вот, когда им было, по-моему, лет шесть, они пошли с мамой на соревнования, где соревновались силачи, брали на плечо канат, привязанный к машине «Волга». И, значит, на перегонки бежали, кто быстрее добежит до финиша, таща машину за собой. Без здоровенной бугари. Ребенку понравилось. Соревнования закончились. Он пришел к этому, к организатору. Сказал, а можно я тоже потяну машинку? Он даже сказал, можно я попробую. Потому что для него было совершенно очевидно, что если можно потянуть машинку, значит, тоже это может. Шесть лет. Да, что интересно, у мамы был еще второй мировой ее жизни, Самсон. Библейский Самсон. Поэтому ребенку волосы не стригли, и до сих пор у него волосы уже, по-моему, ниже колена. Вот такой вот толщины коса, у него хвост, у него один, у него волос, он в пять или в шесть раз толще человеческого, что-то совершенно невероятно. Вот, вы, значит, на такое вот существо с темединами волосами, совершенно девчачьим ничиком английским. Ну, а может, я потяну машинку? Ну, естественно, что организационный один посмеялся. В этот момент пришла мама, сказала, а дайте ему, что вам жалко. Ребенок взял машинку на плечо и побежал его. Там же сразу появилось телевидение. Ребенки, это не такая тема. В прошлый раз я не там взяться все искала. Молчу, молчу. Он сейчас, он побежал. Нет, если переведется ему, он не понимает просто, он не понимает. Я могу. Вот. Короче говоря, появилось сразу в телевидении, и из ребенка сделали звезду. У него несчетное количество рекордов на Егинеса. И его спрашивают, а как вы это делаете? Он очень скромный, такой юноша, и его там интервьюирует. Только я не знаю, а почему бы мне это не сделать? Мне это нравится, и я это делаю. Предположим, однажды ему очень понравился корабль. Ему нравится делать все, что связано с силой. Про что-то другое, он, видимо, не очень как-то задумывался. Не знаю, что происходит. Если нет места, а там же есть места. Если места не хватает, можно вот сюда сесть тоже. Вот. Ну, как бы да, вот мама настроилась на то, что у него не будет ограничений в физической силе. Так было запрограммировано. Так и получилось. Я не знаю, как он учится, я не знаю, что он еще может делать, но все, что касается физической силы, она практически не ограничена. Вот однажды ему понравился кораблик. Ему было лет 14, ему понравился кораблик. Это такой лайнер, да, многопалубный, который стоял у причала. К лайнеру привязали канат. Второй конец каната привязаний к волосам мальчика. И он шел по берегу и канатом, привязанным к его волосам, тянул кораблик. Это все есть в Ютубе. Точно так же он самолетик тянул. Мне понравился самолетик, истребитель. И вот так же он тянул самолетик. Он много чего делает из такого. Он просто говорит о том, что наши возможности не ограничены. Есть еще один очень интересный человек, но вот этому ребенку повезло. Его мама своей верой создала в нем эту силу. Просто верой, абсолютной уверенностью, стопроцентной. Так же, как мы, абсолютной уверенностью в том, что наши дети больны, ах, 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 какой кошмар. Делаем их больными, просто делаем. Наши любимые, нельзя их надеть. Вот. Очень часто можно наблюдать, он, она поженились, он был весь такой из себя силач, стройный, изящный красавец. Она его очень любит. Ой, не делай, вот этого не ешь, ну туда не ходи, вот так не стой. И все, у него начинается прям сердечная недостаточность, и еще что-то в этом духе. Нет, конечно, он на это согласился. Но она явно усугубила. То есть просто даже физически на теле любимых можно наблюдать, как мы на них воздействуем. Сегодня это поучим. Проверим. Вот. Так вот, еще один человек, который уже во взрослом состоянии решил показать, что возможности нашего сознания в работе с нашим телом безграничны. Он живет в Комсомольске-на-Амуре. Ему, вот я сейчас не помню, как его зовут, тоже есть о нем статьи, в YouTube он есть. У тебя, если захотите, потом пришло ссылки на всех вот этих вот ребят в рассылке. Вот. У него была очень тяжелая травма позвоночника. Ему сказали, что он ходить не будет. А он не только себя восстановил, он сейчас еще показывает такие трюки. Значит, два товарных вагона загруженных, а он такой очень среднего роста человечек, и не то чтобы сильно накачанный, но он долго тренировался для того, чтобы восстановить свое тело, пока не понял, что все восстановление идет из головы. Он делает так. Он становится между этими вагонами, привязанной веревки к крюкам, он так становится, делает так, хоп, и сдвигает товарные нагруженные вагоны, выскакивая между ними, естественно, чтобы они его не придавили. Ну, еще и такие же вещи. И он говорит, в отличие от Брюса, который не знает, как он это делает, он говорит, что я очень четко знаю, как я это делаю, и рассказывает, как он это делает, и говорит, что его задача в этом мире показать людям, что мы сами больны полностью изменить состояние как своего тела, так и окружающего нас пространства. Это все квантовая физика, это все происходит у нас в головах. Я вот специально скачала, да, скачала видео на приложении. Это используется для того, как он второго раза. Потому что знаешь, что вчера не только отцы было. Не только отцы было. Что-то было не было. То, что он вам сейчас показывает, это заставка самого страны. Да, а у Мары это будет чуть-чуть. Чего-то не только отцы было. Чего-то? 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 Ну что, мы посвели на него. Вот это видео на это он не заходил. Чего-то? Вот, давайте очень активно где менять реальность поверим, что подсоединиться этот самый проект, в конце концов. Потому что есть фильм, который я очень хочу вам показать, он очень коротенький. И это то, о чем я говорила вчера на YouTube, о человеке, который восстановил себя после совершенно невероятной травмы. Человек, который пережил разрыв конского хвоста, то есть это пучок нервов вот здесь. И это согласно конвенциональной, неконвенциональной, вообще любой медицине это не восстановило. А он это не просто восстановил, вот вы посмотрите это видео, я очень надеюсь, что оно заработает. то есть когда мне задают вопрос, а можно ли вот что-то вылечить? Я говорю, нет. А можно ли вылечиться? Я говорю, да. Вылечиться можно совершенно от всего. Мне говорят, хорошо, а почему тогда люди умирают? Если вылечиться, можно совершенно от всего. Ну, люди умирают по нескольким причинам. Во-первых, по той причине, почему мы ложимся спать. Смерть это нормально. Человек здесь все закончил, отработал, все сделал, закончился его день жизни, он пошел спать, он проснулся, одел новую одежку, новое тело, пошел дальше. Все, все окей, это нормально. Так что не вопрос, почему люди умирают. Опять же, как я уже говорила вчера, вопрос, как они умирают, вернее, как они живут. Вот это гораздо важнее, потому что есть такая замечательная фраза, зачем умирать в старом обоине, если можно умереть пожилым здоровым. Серьезно, вот мой прадед, отец моего дедушки, он был очень необыкновенным человеком, там вообще весь род дедушки удивительные люди. Прапрадед 90, с чем-то лет, 92, по-моему, года, похоронив свою вторую жену, вырастет внуков, правнуков, праправнуков, всех вырастет, он пешком, 92 года, пешком пошел с Украины в Иерусалим. Он дошел до Черного моря, через Черное море в Турцию переплыл на пароме, и с Турции ножками, пешочком пошел дальше в Иерусалим. Он таки туда пришел, и когда ему было 96 лет, он с каким-то купцом прислал письмо, что он живет в Иерусалиме, что он очень счастлив, что он ходит к стене плача каждый день, и в общем, у него все хорошо. Это прапрадед. А прадед, он очень любил свою жену, и во время Ташкентского Замокресения прабабушки не стало, причем тоже не потому, что там что-то на нее упало, а просто Замокресение было вертикально, оно разрушило весь город в 67-м году. Оно было не вот такое, а вот такое. И очень у многих людей пожилых просто остановилось сердце от такого толчка. И в годовщину прабабушкины смерти прапрадед собрал всех своих детей, внуков, меня тогда еще не было. Ну, кто был, тех собрал, пригласил. Это как раз была суббота, пригласил на обед, все собрались, он со всеми поговорил, всех благословил, он был очень здоровый человек, совершенно здравый, у меня твердой памяти, жил совершенно самостоятельно, ничем он не болел никогда. Всех собрал, всех благословил, со всеми поговорил и со всеми попрощался, сказал, что он знает, что пришло его время, и сегодня он уходит. его сын, мой дедушка, врач, еще одна его дочь, сестра дедушки, тоже врач. Они, естественно, бросились его обследовать, папа, о чем ты говоришь, ты совершенно здоров, у тебя все в полном порядке, этого просто не может быть, ты, наверное, устал, тебе нужно отдохнуть. Говорит, да, да, я иду отдыхать. Он пошел в свою комнату, они пошли с ним вместе, он сказал, что он хочет переодеться, он оделся в чистую одежду, лег на кровать, положил руки на грудь, закрыл глаза и ушел. Что его бабушка ждала? В общем, у меня бабушка ждет, и пошел. Это нормально. Другая, другая очень изумительная женщина, с которой я успела уже побыть знакомой немножко, подруга моей бабушки, бабушке было, в общем, у них была разница лет, наверное, 25 или 30. Она была врачом, она прошла всю войну, ее был рост метров 48 сантиметров, вот такая, она была хирургом. Когда она оперировала, к столу подставляли приступочку, потому что она иначе не доставала до операционного стола. Она оперировала до 85 лет, 85 лет она сказала, ну, ребята, как бы я могу продолжить, но нужно молодым врачам место освободить. Она осталась врачом-консультантом, она работала каждый день в качестве врача-консультанта до 93 лет. Каждый день она ходила в бассейн, в 93 года, просто во время вот очередного заплова в бассейне у нее остановило сердце. Ничем она не болела, просто она все закончила, пошла дальше. Дай Бог, она все время говорила моей бабушке, Клара, ты такая больная, потому что у тебя есть на это время. Браво, это хорошая правда. Это действительно так, что когда мы занимаемся ковырянием в собственном пупе, ничего хорошего мы оттуда не выковыряем. Вы знаете, есть очень много психологических методик, которые говорят, давайте разбирать детские травмы, и мы говорим, да, вот в детстве там мама меня так, папа, папа меня эдако, прабабушка меня вот так вот. Они легитимны. То есть я не говорю, что что-то правильно, что-то неправильно. Все, что помогает, все правильно. Но я в моей вселенной, когда ко мне приходят люди сейчас рассказывать, что они сейчас там в свои 60 лет злятся на весь белый свет, потому что когда их было 6, их мама их недолюбила. Ребята, сколько времени вас мама не любила? Ну хорошо, она вас не любила ну 15, ну 16, ну что 20 лет она вас не любила, после этого вы уже ушли из дома, у вас уже все было хорошо, мама не стала, когда вам было 20. Мелькнула. Мелькнул уже. Чем ты занимался последующие 40 лет? После того, что я мама не любила, 40, 50 лет. Чем ты занимался? Почему ты выбрал тащить на себе вот эту обиду на свою маму? Почему? Почему ты сам не научился любить? Это же мог. Очень удобно оправдывать себя. Да? Да. Поэтому, когда начинается копание в моем прошлом, вот, потому что мне вот так сказали, там 30 лет тому назад, мы на здоровье. Сейчас ты же знаешь, что ты можешь по-другому. Делай. Делай сейчас. Вот сию секунду. Да, конечно, действительно, какие-то вещи оставляют очень глубокие травмы в нашей душе. Но что мы делаем с этими травмами? Это наш свободный выбор. Точно так же, как я уже говорила. Я родилась стрельцом. Стрельцы люди замечательные, с полным отсутствием такта. Правильно? Я могу сказать, окей, я родилась стрельцом, такта у меня отсутствует, значит, режьте меня на куски, ешьте меня с маслом и терпите все, что я вам сейчас скажу. И мучитесь. А могу я сказать, окей, именно поскольку, поскольку я знаю, что от рождения вот это качество во мне отсутствует, я себе ставлю задачу жизни это качество в себе развить, выработать. Такой подход правильный и такой подход правильный. Не то, что что-то неправильное. Но если я знаю, что я чего-то боюсь и чего-то не умею, значит, я могу сказать, окей, значит, я этого не делаю, раз я этого не умею. И раз я этого боюсь, я туда не хожу. И я могу сказать, вот, раз я этого боюсь, а другие люди этого не боятся, раз я этого не умею, а кто-то это делает, так я тоже могу научиться вот этому. Я тоже могу перестать этого бояться. Причем, Я вот постоянно привожу примеры себя, не потому, что я такая экоцентристка, а просто потому, что я себя лучше всех знаю, как-то я с собой давно знакома, и поэтому мне удобно из своей жизни примеры приводить. Я в детстве панически боялась открыть закрытую дверь. Откуда это взялось, меня совершенно не интересует. Из прошлых воплощений, из позапрошлых, меня это совершенно не интересует. Важно, что это было сейчас. То есть, вплоть до того, что когда я там маленькая совсем сидела, извините, в туалете, я просила, чтобы мне не закрывали дверь, он говорит, да как же, как тебе не стыдно. А мне щелочка хотя бы нужна была. Причем я мозгами понимала, что там нет никакого чудовища за этой дверью. Но заставить себя нажать на ручку или повернуть ручку и открыть эту дверь, это был кошмар. Если у меня мама приходила и открывала, не было проблем. А вот сама это был ужас. И в первом классе я решила, что нет, так дальше невозможно. Раз другие могут открывать двери, значит я тоже могу. Ну, просто надо научиться. И вот в первом классе, я помню, я делала такую вещь. На переменках, там же много-много-много классов, много-много-много дверей. И вот на переменках я бегала по всей школе, искала закрытую дверь, хлопала по ручке и даже несмотря убегала. Но задача у меня была такая. Заставить себя на полсекунды задержаться на момент открывания этой двери. То есть сначала заставить себя хлопнуть по ручке. Получилось. Потом заставить себя задержаться возле этой открывающейся двери. На полсекунды, на секунду, на две секунды. В конце концов, в какой-то момент дверь открылась, и я осталась стоять. И она не убежала. И все, и вот в этот момент меня отпустила. Страх прошел. И когда приходят люди и спрашивают, а вот что нам делать, мы вот этого боимся, как нам вот с этим страхом бороться? Говорю, не надо с ним бороться. Нужно делать именно то, чего ты больше всего боишься. Один мой знакомый на 50 лет сделал себе подарок. Он боялся высоты. Причем боялся высоты до тошноты. Это значит, что если ему нужно было подняться не на третью, а на пятую ступеньку лесенки, значит, его уже начинало мутить. То есть снять что-то с антресоли он был не в состоянии. Его просто физически начинало мутить. Значит, что он сделал? Он себе сделал подарок. Прыжок с парашютом. При этом он благополучно додумался одеть такие, знаете, одноразовые подгузники. Бангерсы. И договорился со своими друзьями, которые с ним, что если он откажется заходить в самолет, чтобы его вскрутили и занесли. Потому что когда самолет уже взлетит, уже делать нечего. И чтобы с самолета его выкинули с инструктором, естественно. В общем, его оттуда выкидывали и шесть человек. Дружно. Памперсы он надел очень не зря. Да, потому что пока он летел, сделал все, что мог. Летел, естественно, не один с инструктором, привязанный, но все равно. Но зато, когда он приземлился, и второй раз полез этот самый самолет, сходите, сходите, уже все было хорошо. Страх прошел. Нет, а он почувствовал, что уже не надо, уже все. То есть как это работает, почему это так работает, каков принцип страха. Я думаю, что страх это сущность такая. Это живое существо энергетическое, которое как вампир на нас сидит. И мы его подпитываем этой энергией. Значит, если на вас сидит пиявка, отодрать ее невозможно. Что нужно сделать? Дайте ей понюхать лаванду. Если возле нее возьмете лаванду, она сама сделает, тьфу, на вас, и уйдет. Там, или если вы кушаете острую пищу, то пиявка просто не присосется. То же самое страх, это пиявка такая. Если вы наполняете ваше сознание уверенностью, что вы что-то сможете сделать, несмотря на страх, страх в конце концов проходит. Последнюю историю про страх рассказывают, потому что это очень важно. Страх – это наша самая большая проблема. Страх за наших любимых. Страх за успех или не успех какого-то предприятия. Страх – это то, что нас тормозит. И противоположность к любви – это не ненависть. Противоположность к любви – это страх. Я говорю, а как же так? Я так люблю моих родных, я за них ужасно боюсь. Тогда ты любишь не своих родных, ты любишь себя. И больше никого. Потому что если я кого-то люблю, то я ему буду посылать не мои за него страхи и болезни в нём создавать. Я буду ему посылать мою в нём уверенность. Моё к нему уважение. Боимся мы не за любимых. Мы боимся за себя. Мы боимся остаться без них. Мы боимся, что мы себе этого не простим. Мы боимся, что мы чего-то не сделаем и нас упрекнут. Это не имеет отношения к любви вообще никакого. Это имеет отношение непосредственно к эгоизму. Если мать любит своего ребёнка, то и хочет, чтобы ребёнок был успешным. Не обязательно счастливым, потому что счастье – это личный выбор самого человека в любом возрасте. А вот если я хочу, чтобы ребёнок мой был успешным, то я буду его с рождения воспитывать, во-первых, к абсолютной физической самостоятельности. Ну, на элементарном уровне. Если ребёнку три года, окей, он, естественно, не может себе яичницу пожарить. Он даже, может быть, не может зашнуровать свой ботинок. Но сам пойти взять ботиночки, не кричать «Мама!», а дети, и дойти до мамы, и попросить, чтобы мама зашнуровала, он может. А в пять лет, если он голодный, он не должен кричать «Мама!». Он может уже открыть холодильник, достать оттуда кусок хлеба, и намазать там его как-нибудь вареньем и поесть. А в десять лет он же спокойно может и квартиру убрать, и даже суп сварить, без проблем. Почему это так важно? Почему так важна физическая самостоятельность? Потому что мы не знаем, мамы дорогие, и папы, кстати, тоже, мы не знаем, сколько мы проживём, опекая и защищая наших родных, любимых детей. Никто этого не знает. И если через пять минут меня не станет, а мой ребёнок, которому 10, 20, 40 лет, ничего без меня не умеет, он просто рассыпется на куски, он пропадёт. И если я не люблю ни себя, потому что, конечно, мне удобнее всего всё для него делать, везде ему соломку подкладывать, его заботы окружать, давать ему денежки, чтобы он только не напрягался, организовать ему учёбу, всё-всё-всё для него сделать. Но это я себя люблю, это я своё спокойствие люблю. А если я ребёнка своего люблю или любимого своего, действительно люблю его, а не себя, то я сделаю всё возможное, чтобы если меня не станет вдруг рядом с ним, он смог в этом мире жить, не выживать, не страдать, а жить достойно. Чтобы он мог находить решение сам, чтобы он был уверен в своих силах. Воспитание к физической самостоятельности даёт уверенность в своих силах при любых обстоятельствах. Второе, чему мать может научить ребёнка, и опять же, я говорю, мать, дорогие папы, не обижайтесь. Естественно, что папы тоже всему этому должны учить. Но просто поскольку в семье женщина является как бы таким камертоном, определяющим звучание всего оркестра, даже если как бы она не очень хорошая мама, она всё время на работе, она чем-то занята, но внутреннее её состояние всё равно определяет внутреннее состояние и мужа, и ребёнка. Поэтому папа может сколько угодно воспитывать своего сына или свою дочку, а внутреннее состояние сына или дочки будет зависеть от того, что там у мамы внутри вибрирует. Это энергетика, это телепатия. Так вот, второе, к чему можно воспитать и нужно воспитать ребёнка, это к ментальной самостоятельности. Что такое ментальная самостоятельность? Это, во-первых, любопытство. Это очень важно. Развивать в детях любопытство. Вот в моём детстве это было. Я вообще считаю, что у меня было золотое детство, мне очень повезло. Всё-таки те, кто взрослели где-то там в 70-х годах, на совершенно потрясающей литературе, фильмах, книгах, было очень здорово. Вот в моём детстве вот это развитие любопытства, оно было, была куча передач по телевидению, в частности. Там один журнал «Хочу всё знать, чего стоило». Да нас учили задавать вопросы. В школе нас этому не учили, кстати. В школе, если ты задавал вопрос, то тебя учительница могла и придушить, если она была очень хорошая учительница. Но как-то всё равно вот эти развивающие программы были они этому учили. А сейчас, я не знаю, как в России, честно вам скажу, но, предположим, вот израильская система образования, она ужасная. Всё разжёвывается, вкладывается в переживанном виде ребёнку в рот, ребёнок должен запоминать как попугай, его от всего этого тошнит, что он делает, он не понимает, и главное, ему неинтересно. И родители тоже не понимают, что ребёнка нужно поощрять. Потому что если ребёнок приходит и спрашивает, а почему вот так? Ой, отстань. Вот встань. Он и уходит. Или ещё лучше мама или папа начинают выдавать готовый ответ по шаблону. Не надо он ему делать. Потому что откуда вы знаете, что этот ответ правильный? Была физика Ньютона. Все считали, что это единственная абсолютная догма. А потом оказалось, что у меня есть ещё физика Эйштейна, которая, мягко говоря, с физикой Ньютона никак не сходится. И все те, кто святы, верны в физику Ньютона, вдруг оказались в совершенно перевёрнутом мире. Так что не надо давать готовый ответ ребёнку. Воспитание к ментальной самостоятельности — это не только поощрять ребёнка задавать вопросы, это задавать ему вопросы в ответ. А почему? А вот как ты считаешь? Как ты думаешь? Давай разбираться логически. У меня был замечательный опыт. Да, имейте в виду, я большой теоретик, у меня своих детей нет. Моих детей у меня нет, потому что я очень долго не знала, как их воспитывать, и совершенно осознанно их не хотела, потому что я понимала, что так, как я вижу, воспитывают вокруг, я не хочу, а как надо, я не знаю. Когда я наконец узнала, как надо, мне уже было не до детей, потому что я начала учить других, как воспитывать их самих и их детей. Ну, как-то так случилось. Ну, мне так комфортно, мне так удобно, я не переживаю по этому поводу, потому что мне есть кому отдавать своё время и свою любовь. Я живу в состоянии наполненности. Я вообще считаю, что рожать детей нужно тогда, когда это чувство из животика идёт, а не отсюда, потому что там все подруги родили, потому что там я с мужчиной новым познакомилась, хочу его к себе привязать, там, или ещё по каким-то причинам. Отсюда идёт, рожаем, не идёт, и рожаем. Но опять же, это в моей вселенной, это не абсолютное правило. Так вот, у меня было замечательное общение с двумя потрясающими 10-летними мальчишками-близнецами, которых очень хорошо воспитывают. Там мама человек от искусства, папа человек от науки, и действительно в детей вкладывают по полной программе с нулевого возраста, и дети воспитаны в этой культуре любопытства и поиска ответа. И мы с ними разбирали, что такое мудрость. И мне такой вопрос задали. Чем отличается, что такое мудрый человек? Я, соответственно, стала им задавать вопросы, давать примеры. Вот мы знаем, что мудрые люди, они люди счастливые. Правда? Не получается. Я даже уже в интернете посмотрел. Я уже прошу не ссылку, все-таки маша. Спасибо, я обращаю. У меня с вами телефон не включи. Я тогда сейчас, давайте на одну секунду сделаю первый, я просто позвоню, позвоню моему мастеру. Он мне скажет, как это делать. Или по русский язык хотя бы подстоять, чтобы я понимал. А я не знаю, как поет русский язык. Сейчас все будет хорошо.